Девушки отдыхают В зону отключения от холодного водоснабжения попало 3289 домов, в числе которых детский сад, работа которого была приостановлена. Александр Смекалин подчеркнул, что работу детского сада можно и нужно было не останавливать. Данное решение могло не приниматься, а использовать как раз ресурсы вот этого водовоза. Родители точно так же могли привезти детишек, оставить их спокойно и идти на работу. Потому что мы же тоже понимаем, что такое для родителей утром в понедельник узнать, что его ребенок не может пойти в детский сад. Его же надо или с кем-то оставить, или самому не идти на работу, а это целая проблема большая для многих. Поэтому такие решения, они на самом деле нужно принимать очень осторожно, вот, и использовать все возможности для того, чтобы сохранить учебный процесс. В соседнем районе есть водовозная машина. Соседи могут и должны помогать друг другу, считает председатель правительства. По всем вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством, содержанием территорий, можно обращаться по круглосуточному телефону горячей линии 41-48-15. Второй вопрос совещания – дорожная ситуация и авария на 22-м километре автодороги Ульянов-Дмитровград. Погибли три человека. Причина – непрофессионализм и небрежность водителя. Дорога в этот момент была полностью очищена от снега. Это доказывает запись камер видеонаблюдения на месте аварии. В субботу было непростое дорожно-транспортное происшествие, связанное с столкновением автобуса и большегрузного автомобиля. Данное ДТП произошло на перекрестке в Больших Ключищах, пересечении местной дороги с федеральной автомобильной дороги. Министр отметил, что правила нарушили оба водителя. Причина столкновения – водительская халатность. По счастью, из 24 пассажиров автобуса только трое получили незначительные повреждения. Дмитрий Вавилин призвал водителей быть более внимательными и ответственными. В отношении же устранения погодного влияния на дорожную ситуацию сделано и делается много. 26 ноября региональные дороги расчищали 284 единицы спецтехники. На федеральных трассах было занято 27 машин, на областных – 169, 71 в Ульяновске и 17 в Дмитровграде. Сообщения от граждан по предотвращению внештатных ситуаций в зимний период принимаются на телефоны горячей линии. 79, 50, 14 круглосуточно и 79, 50, 13 с 6 утра до 5 вечера. Кроме того, Министерство транспорта сообщило нам еще несколько важных телефонов ведомства, которые вам пригодятся, если вы попадете в нештатную ситуацию, связанную с транспортом и дорогами. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. 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 Новости Ульяновской правды.